Мы приехали из Кыргызстана, и великий шелковый путь пролегал через нашу страну тоже. Мы хотим, чтобы вот этот Skyway тоже пришел через нашу страну. Спасибо. Могу сказать очень интересную вещь, которая родилась буквально две недели назад. Мы отсюда сразу едем с нашими активистами в Чечню, в Чеченскую республику, и они тоже являются частью шелкового пути именно туристичной. И министр туризма в Чечне сказал очень интересную вещь. Шелковый путь, почему шелковый? Это очень тонкая, прочная нить. Что такое Skyway? Это струна. И мы вот этой аналогией сами удивились, потому что действительно это очень тонкая, прочная, тянущаяся линия. То, что мы делаем, и как раз мы сегодня работаем и с китайскими партнерами, и с казахстанскими, и с Киргизией, и в том, что это действительно вот шелковый путь, который из Европы в Азию восстановит новый путь, и это будет технология именно Skyway. Именно возрождение. И второй очень важный момент, что Skyway даст стимул развития именно таким странам, как Казахстан, Казахстан, Монголия, Тыван. Это внутриконтинентальные страны, которые обладают огромными богатствами, но не обладают выходом в море. И всегда считалось, что это большой недостаток стран. Так вот, Skyway этот недостаток убирает. Сейчас приходит время внутри континентальных стран. И за ближайшие 10-15 лет мы увидим просто огромнейший расцвет таких стран, как Кыргызстан, Казахстан, Монголия, Тыва, наш Дальний Восток именно. И это только благодаря Skyway. То, что другое развивать ничего не может. Поэтому и шелковый путь, не зря он сейчас, и как раз основа шелкового пути это будет именно Skyway. Потому что это тонкая, прочная система. Сергей Анатольевич, это видео будет смотреть потенциальные партнеры моих. А вам, конечно, я могу сказать, что вы приехали, и я всегда привожу пример. У нас есть Люба Хлебникова, очень такой активист с Кемеровской области. Так вот, я когда проводил конференцию месяц назад, у нас женщина приехала 74 года. Она была бывшей зам облсполкома Кемеровского. И она такую огромную структуру вокруг себя собрала, столько людей. И я такого энтузиазма вообще мало встретил. Я когда смотрю, я просто преклоняюсь перед таким, потому что молодежь не может обладать такой энергией, такой верой, которой сегодня есть. Сергей Анатольевич, у меня просто к вам один вопрос. Вот это лидеры из Кыргызстана, из города Ож. Вот они приедут, и вот это видео увидят кандидаты, потенциальные партнеры Skyway. Вот чтобы вы могли пожелать кандидатам, которые впервые узнают о Skyway, которые узнают об этой технологии, о возможности их инвестирования, что бы вы могли пожелать этим потенциальным людям? Могу сказать, что, друзья, это очень сегодня для вас важный момент, это для обращающихся тем, кто приходит, потому что такие события и такие возможности бывают не так часто. То есть переломный момент в экономическом развитии, технологическом, он всегда идет по вехам. Вот сейчас веха, и тот, кто сейчас войдет, во-первых, он будет сопричастен к очень важному проекту. Раз. Второе. Он реально может для себя лично создать инвестиционный капитал, который будет ему и его детям давать серьезный доход. И самое главное, что он может потом показать и сказать, что я к этому имею отношение. И это сегодня, во что не верят? Не верят, что это может быть русские ученые на территории России, и мы, самое главное, к этому сопричастны. Ну, это действительно так. И мы приглашаем, говорим, здесь очень много, я знаю, людей, которые подключились к нам три года назад, два года назад. Когда этого, чтобы полгода назад этого не было. Когда мы садили здесь деревья, этого не было. Сейчас мы показываем дорогу, показываем опоры. А в октябре, когда мы уже будем показывать здесь демонстрацию, то есть с этим можно уже спорить и говорить, ну, друзья, тогда будет совсем другое время для входа. Поэтому сейчас пользуйтесь этим моментом. Это действительно очень важное и очень такое выгодное время для вхождения. Большое спасибо вам, Сергей Анатольевич, и, как вы говорите, строить скайвей, спасать планету. Это моя глубина неделя, как она приждает минус. Я еще такая активная она. Сразу пускай вейдем джолу. Киргизский закон. Вы много жили бы. И жили, и работаете. Просветайте. Она этого хочет сказать. Омин, омин, делай. Хорошо.